В общем-то, привет всем, ребята, и это вторая серия. Я не буду многословен, честно вам скажу, потому что работы у нас очень много. Кто не знает, мы отправились с моим братом, ну, по совместительству этого внука, вот, дедушки, который здесь живет, мы отправились в деревню Курай. И буквально вот пару часов назад мы привезли вот эти дрова сюда. Все бы было нормально, ребята, но если вы смотрели первую серию, то вы помните, что мы обнаружили старый МТЗ-82. Он стоит в каком-то болоте, там вот возле леса, и догнивает. И мы с братом приняли решение, да, вот, что сейчас мы туда отправимся. Что вообще думаешь по этому поводу? Как тебе трактор в целом? И как тебе вообще ситуация? Потому что я, честно скажу, впервые такое вижу, трактор в болоте. Слушай, ну, скорее всего, этот трактор просто там бросили. Возможно, он технически неисправен, но есть хорошие запчасти. Плюсом, это очень неожиданный такой будет сюрприз. Плюс, я полагаю. Поэтому, я не знаю, давай я сейчас запрыгну в МТЗ, или если хочешь ты сядь, кто-то в УАЗик вот этот вот. Я думаю, слушай, давай я двинусь на УАЗике, а ты за мной на МТЗ. Окей, вопросов нет, тогда я сейчас в этот же момент завожу двигатель. Ну, слушай, свет. Ну, давай я тоже включу свет, потому что, как говорится, все-таки побезопаснее будет. Хотя он нам не очень бы не поможет, но все-таки, мало ли. Так, здесь вот есть дорога прямиком к лесу. Ну, слушай, без прицепа, без прицепа намного проще этот трактор едет. Как-то попроще. Я думаю, вполне мы сейчас проедем там и на тракторе, и на УАЗике. Просто так будет быстрее. Окей, тогда двигайся за мной, но я тебе скажу, проблемы уже начались, нас безумно бросает, точнее меня, не знаю, как там тебя. Хотя на прошлой серии мы вроде как здесь все расчистили. Да, не идеально, но более-менее, видишь, хоть какая-то дорожка есть. Нет, все замечательно. Слушай, УАЗик прет как топор по этой дороге. И не встречает вообще каких-то препятствий. Так, ну вот этот человек, который пообещал нам сцепку выдать, ну я что-то не вижу, я честно скажу, я не знаю, где он ее оставил. Давай еще проедемся чуть дальше. Да, давай проедемся дальше. Смотри, я ее обнаружил, вот он прям на дороге кинул, хотя странно, на дороге могут и украсть, как бы, да. Слушай, попробуй ее подцепить. Конечно, попробуй, слушай, однозначно попробуй сейчас. Ну, вроде нормально, да, вроде подцепили нормально. Да, все, все замечательно, попробуй теперь проехаться с ней, как она будет себя чувствовать. А, ну, в принципе, все хорошо. Абсолютно отлично, да, то есть она как бы тащится там, да, сзади, но проблем никаких нет. Все замечательно, значит, мы с тобой едем на эвакуацию трактора заброшенного. Да, абсолютно, не могу не согласиться, ну, я не знаю. Да, и скорее всего, все-таки он пойдет на запчасти, потому что, мне кажется, да, там с него особо ничего не возьмет, разве что какие-то запчасти. Я предлагаю попробовать его завести там, на месте, может быть, он реально заведется, и он рабочий, откуда ты знаешь? Ну, попробуем, просто, знаешь, ну, вот как-то на автомате я уже думаю, если он там стоит, он до такой степени ржавый, что он, наверное, какого-то Сталина или Гитлера видал этот трактор, и мне кажется, да, что он в печальном состоянии. Ты так не думаешь? Ну, ну, вообще, по виду, да, с виду можно сказать, что этот трактор повидал, наверное, ядерную войну, и ему очень плохо, кстати, заметил, весь разобранный. Да, 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 и обрати внимание, в прошлый раз, когда мы его видели, он на льду стоял, сейчас же он провалился вообще, то есть, видимо, потепление какое-то пошло, или я не знаю. Да, скорее всего, скорее всего, потому что он реально, да, стоял на льду, в итоге он провалился, возможно, уже просто лед сам по себе провалился, возможно, потепление, как ты правильно сказал. Можно, да, но здесь, слушай, лужа глубокая такая, я просто смотрю, там спереди нету прицепного, то есть, я не смогу подцепить, мне нужно будет только вот сзади, аккуратно как-то попытаться его подцепить. Главное сейчас, главное в этой ситуации, это мне не затопить наш трактор, потому что, если мы его затопим, дед будет в ярости. Я тоже полагаю, что нужно максимально как-то профессионально к этому подойти, давай я попробую его завести, возможно, он реально рабочий. Попробуй, попробуй. Ну, слушай, я с места звену тебя не могу, попробуй назад сдать. Час, он вроде, ооо, смотри, он рабочий, у него, чего он себе, просто, да я в шоке, блин. Честно скажу, честно скажу, я сейчас действительно удивлен, потому что, видя этот трактор, мне сердце крови обливается, честно скажу, мне его даже жалко. Давай я тебе буду помогать. Да, а я буду потихоньку ехать вот сюда вот. Ты просто, главное, рули, ты рули, потому что мне кажется, там уже ни ходовки, ничего нету на этом тракторе. То есть он как-то с горем пополам завелся, да, но мне кажется, там все очень печально. Ну, завести нам нужно было его в любом случае, чтобы хотя бы ходовка работала. Ну, даже я смотрю, трактор завелся, это уже неплохо. Да, но он завелся на 5 минут, а он заглох. Он заглох уже, ну, смотри. Да, может быть, гидроудар словил мотор. Ну, я думаю, один как-то дотыщил, сейчас включу передачу пониженную и как-то будем пробираться. УАЗ оставим здесь, чего сейчас скажешь, я думаю, никуда он не денется, учитывая, что здесь глушь. Да нет, я думаю, никуда он не денется. Да, здесь глушь, оставим его просто как есть, а потом уже и заберем его. И просто главные рули нормально, вот, чтобы в снег не заехали, потому что все-таки трактору моему тяжело, учитывая, что твой заглох, и одному тащить это, конечно, ну, тяжеловато, как бы там ни было. Вот, ну, потихоньку доедем, доедем. Но я смотрю тогда, что он, ну, вот, при таком детальном осмотре, он очень ржавое, я скажу, прям конкретно. Ну, слушай, ему очень плохо. Очень. Дым просто адски валит с моего трактора, ты взгляни, как ему тяжело. Да, 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 ну, потому что двигатель напрягается, плюс ты тачишь свой вес, еще и трактор, мне кажется, работает, потому что этот трактор, он еще воды напитался, там все прогнило, мне кажется, в этой луже стоял. Ну, смотри, мы неплохо с тобой, на самом деле, это справились, поскольку сейчас, ну, вот, сколько, 11.25, да, а мы с самого утра уже успели и получится дров привезти деду, и трактор притащить домой. То есть мы, в принципе, очень даже хорошие внуки, я думаю. Здесь горка такая, видишь, тяжело, да, тяжело. Тяжело, да, тяжело, да, тяжело, тяжело. Ну, как-то доедет. Но идет, идет, причем неплохо идет. Доедем, нам осталось только проехать через деревню. Я уже вижу, помойду нашу участок, если я не ошибаюсь, вот там вот справа, точнее слева, вот левее туда, там уже начинается деревня, вот там. А я не знаю, потом этому человеку, который нам предоставил эту сцепку, надо же будет заехать к нему. Ты заедешь потом, ты же пойдешь по уазу, я думаю, и заберешь эту сцепку с собой. Потому что человек будет спрашивать, а у нас, слушай, болото вообще какое-то адское, я чуть не застрял. Осторожнее. Нет, слушай, я проехал вообще замечательно. Вот это дедушка, который нам предоставил эту сцепку, поэтому не забудь вот именно в эти ворота. За ориентир возьми себе вот этот ДТ, который разобранный, который мы с тобой видели ранее. Поэтому вот сюда подвезешь и вот, желательно, во дворе оставишь. Но не забудь. Я не забуду, я очень ответственный человек. Я на это надеюсь, я тебе скажу, надеюсь. Дед нас там на самом деле заждался. Я не знаю, когда мы с этой деревни уедем, но, честно говоря, я уже устал. Я думаю, нам осталось, в принципе, недолго. Тут мы въезжаем с тобой в деревню. Сейчас тут немного будет препятствий. Я думаю, мы их преодолеем. Разбитая дорога, холмистая. Ну, проедем. Мы здесь уже колью такую выкатали, что я думаю, давненько здесь вообще так техники внука не ездила. Учитывая, что здесь деревня, ну, реально, я вот так смотрю, еду и вижу, что она какая-то полумертвая. То есть, да, дедушка тут живет с бабушкой, но вот все такое, знаешь, какое-то старое, ржавое такое. Там собаки, кстати, лают на нас. Слышишь вообще? Да, 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 да. Их там, и там не одна собака. Там много их, слушай. Я надеюсь, что ворота заперты, потому что они вообще какие-то агрессивные здесь. Ну, видно, что деревня такая, видишь, полупустая, потому что даже собаки, которые здесь живут, они очень, ну, я скажу, дикие. Потому что они людей, видимо, очень редко видят каких-то других. Ну, то есть, понятное дело, там хозяин и все. Ну, заметьте, сейчас такое время года, что на улице зима. И редко кто-то зимой появляется здесь на улице. Скорее всего, летом здесь более оживленнее, чем зимой. Я более чем уверен, да. Я тебе скажу больше. Я когда в этой деревне бывал, ну, пару лет назад, где там деду тоже приезжал, помогал, просил. То я тебе скажу, здесь движение на улице, как в центре Москвы. Ну, это, конечно, перегнул, но действительно здесь много людей ходят. Это хочу донести. Тем более, тем более, смотри, летом, во-первых, посадка культур и тому подобное, уборка культур, там, коровники. Все равно люди работают. И летом более оживленно здесь. Да, не могу не согласиться, я абсолютно поддерживаю в этом. Ну, слушай, из кабины, из кабины трактор смотрится прикольно. Вот эти вот шторки, которые дед повесил, плюс ко всему, вот здесь коврик есть такой, и такая, знаешь, клетчатая, клетчатая такое сидение. Ну, так атмосферно смотрится по советской стороне. Дает какой-то советский антураж на. Да, 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 по колхозному, так знаешь. Ну, мы и есть в колхозе, в принципе. Да, да, русский колхоз не победим. И знаешь, корова как подтвердила. Я вот только это сказал, и где-то на заднем фоне там корова орет. Ну, что, мы практически уже, да, подъехали. Да, мы почти подъехали. Вместо назначения, да? Да, вот смотри, вот получается нам сейчас повернуть налево. Видишь, вот слева уже прицеп стоит, вот участок нашего деда. Да, 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 вижу, конечно. Конечно, с бабкой. Ну, я думаю, смотри, вот уже топится, и мне кажется, это уже новыми дровами дед топит, потому что там реально дрова заканчивались. Вполне реально, да, вполне реально. Слушай, такой вопрос, куда же мы будем ставить трактор, который мы тащим. А ты, кстати, правильный вопрос задал. Я думаю, смотри, либо же сзади вот там вот со стороны огорода заедем и оставим сзади, потому что спереди вот здесь оставлять, я не знаю. Просто смотри, этот трактор валялся в луже, то есть он там, ну, не валялся, он стоял там в луже, и кто-то его или же бросил, застрял. И вполне возможно, что он просто не смог достать этот трактор. Возможно, это житель местной деревни, то есть местный житель. И если он его увидит, то могут появиться проблемы, понимаешь? О чем я? Все возможно, но, скорее всего, он там стоял уже давно. И хозяина-то уже не найдешь. Я даже рискнул предположить, что его нету среди нас. Я тоже так думаю. Ну, не будем с тобой о грустном все-таки, да, мы тем временем подъезжаем потихоньку уже к нашему вот деду. Ну, смотри, там есть как бы огород, вот, но я не знаю, там, по-моему, есть какой-то заезд. Ну, окей, если ты предлагаешь, ну, это будет под твою ответственность. Под твою ответственность мы вот здесь оставим его возле, ну, вот возле этого забора, вот здесь вот прямо. Можно его дальше протащить. И все, я застрял, смотри, я застрял. Ну, попробуй завестись, может, он как-то отошел уже и заведется. Так, ну, вроде процессов, процесс пошел, пошел. Вроде какие-то, да, признаки в жизни он все-таки подает, попробуй, попробуй сейчас на себя взять. Вот, отлично. То есть, как бы у меня чуть-чуть вытащить. Смотри, да я вообще конкретно застрял. Давай знаешь, еще попробуй, давай попробуем тебя оцепить своим ходом, попробуй заехать. А я уже выехал спокойно, вообще, смотри. Пошли, ну, у меня тоже трактор сейчас просто застрял на одном месте. Определенность, ну, у тебя он как-то вроде хоть поед, посмотри, то есть ты выехал. Но в чем проблема у тебя резина, ну, она минула явно. Она изношенная, да. А нужно накатывать, окатывать себе сейчас колею, чтобы проехать, хотя бы выехать отсюда. Я думаю, слушай, вот где-то здесь его можешь припарковать. Вот, или уже туда побежит к присыпу, или вот здесь, вот где стоял УАЗ. А не проще нам его загнать во двор. Слушай, попробуй, вот, смотри, видишь, гараж, в гараже есть, в принципе, место для обеих тракторов. То есть я сейчас возьму ДТХу и прям к стеночке вплотную подъеду. А ты вот туда правее возьми, точнее левее. Да, давай, если с твоим, давай, 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 сейчас попробуем. Заведу ДТХу, давай. Я думаю, деда ценят. Главное сейчас позвать будет деда, чтобы он это все дело, как говорится, заценили. Вот, и пойдем, наверное, отмечать уже. Слушай, эти наглые куры, они вообще не дают мне нормально, не дают мне нормально заехать. Они прям под колеса бросаются, они еще какие-то неадекватные здесь. Ну, видишь, деревня глухая, они не видят людей, и они вообще никого не будут. Боятся, вот поэтому, я думаю. Ну, смотри, стал он нормально, там даже место еще есть. Так, нам нужно еще не забыть, что... Ты правильно подметил, вот эта сцепка жесткая, да, вот, которая здесь, ее нужно убрать. Но ты ее забыл оцепить. А я, по-моему, забыл ДТХу заглушить. Тебе так не кажется? Мне? Нет, не кажется, ты забыл ее заглушить. Слушай, здесь тоже трактор я забыл заглушить. Чего же мы так с тобой поспешили-то? Да, кстати, заметь, у нас еще УАЗик там остался. Я думаю, мне нужно отправиться за УАЗиком, пригнать его сюда на место. Точно, точно, я уже забыл. Потому что это будет дикая наглость. Дед в шоке будет, он будет... Я все его заберу. Забирай, а я пока тем временем, вот, да, я подцеплю вот этот прицеп, потому что нам нужно, как бы, вернуть трактор в исходное положение. Как бы там ни было, согласись? Да, 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 да. Поэтому я вот сейчас аккуратненько здесь его оставлю возле прицепа, дел, ничего и не заметит, как говорится, как был, так и есть трактор. В таком же положении даже. Я уже выдвигаюсь к деду. Все, я тогда тебя здесь вот жду, сейчас осталось трактора заглушить и, в принципе, ожидаю тебя вот здесь. Да, неплохая деревня, я тебе скажу, атмосферная и здесь очень красиво, мне нравится. Вот, смотри, вот вышел вот так вот сюда, за свой участок и просто вот такие безумно красивые пейзажи открываются. То есть лес, там деревня такая, да, атмосферная. И даже вот мельница какая-то здесь есть, прям безумно красиво. И, кстати, хочу подметить, что мы с тобой заценили только малую часть локаций, которые здесь есть, да, которые здесь вообще существуют. То есть это вообще, наверное, 0,5 этих атмосферных локаций мы сегодня с тобой заценили. А ты представь, как летом здесь будет кайфово вообще. Здесь летом, по-моему, будет вообще очень атмосферно и я думаю, что наши зрители оценят эти ролики так, чтобы мы с тобой продвинулись дальше. Да, я абсолютно с тобой согласен, поэтому зрители, я надеюсь, что вы оцените этот ролик просто по максимуму, потому что мы сегодня максимально выложились для вас. И обязательно поставьте лайк и пишите какой-то клевый комментарий, ребята. А если мы увидим хороший актив от вас с вашей стороны, то обязательно будут еще серии в подобном формате на канале у меня, а также на канале у House of Games. Поэтому, ребята, жду ваш фидбэк и всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok